На следующей странице приведены некоторые дополнительные сведения, которые вы должны запомнить, а именно, что происходит во втором авокрасте. Посмотрите, ла-б, ла-б-то, ла-б-т, ла-б-то-сан, это действительный залог, и ла-б-основа, а окончания э-э-то, э-т, э-то-сан такие же, как у настоящего времени. Средний залог второго ависта, ну, там был этот гогол амбану, здесь гогол геналу приведены формы, гену, генэстэ, 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 генэстэ-сан. Такие же окончания, как и у настоящего времени, просто, видите, другая основа. И страдательный залог для гогол графа вам приведен пример. Граф фэ-ти, граф фэ-то, граф фэ-тэ, граф фэ-то-сан. Все точно так же, как и у аориста первого, за исключением того, что нет тэ, тэ, суффикса тэ, а есть просто суффикс ээ. Поэтому, на самом деле, форма довольно легко запоминается, что аорист вы узнаете по изменившейся основе, а окончания, если вы заучили для настоящего времени и для первого аориста страдательного залога, их добавляете и получаются формы второго аориста. Что со слитными глаголами? Ну, слитные глаголы создают проблему только в настоящем времени, но проблема некоторая есть. Итак, посмотрите, а, гопа. Что здесь случилось? Альфа слилась с эпсилон, осталась только одна альфа. Эпсилон мы не видим, поэтому, может быть, нам трудновато догадаться, что это повелительное наклонение. С другой стороны, если вы задумаетесь, а что за форма такая, ага-па, то она не похожа на все остальные формы глагола ага-паула, и по этой причине, вот, методом исключения до повелительного наклонения можно дойти. Ага-па-то, то хорошо видно, и поэтому проблем нет. Ага-па-те, ну, здесь формы повелительного и изъявительного совпадают, и проблема-то обычная, и ага-па-то-сан, опять это то-сан, ни с чем не перепутать. У эпсилона слитных глаголов, пой-эй, две эпсилона слились в дифтонг-эй, и здесь очень легко перепутать, с формой третьего лица единственного числа, ну, просто потому что эй-привычное окончание, да, вот у тареник по-другому стоят, но эй-привычное окончание, и мы видим окончание эй, и у нас сразу там он делает, да, и что-то вот в этом роде возникает в сознании, но нет, это не он делает, это ты делай. Вообще, будьте внимательны с эпсилон-слитными глаголами, вот это слияние двух эпсилон из основы и эпсилон-соединенный гласный, дающий дифтонг-эй, очень легко сбивает с толку и мешает распознавать формы эпсилона-слитных глаголов. Вот третье, единственное, пой-эй-то, то хорошо видно, второе множественное, пой-эй-т, совпадение с изъявительным, обычная проблема, и п-эй-то-сан, большое окончание, эй-то-сан, хорошо видно, и проблемы нет. П-эй-у, опять же, эпсилон и омикрон. Омикрон-основы и эпсилон-окончание у омикрон-слитных глаголов слились, дали дифтонг-у, и это у может озадачить, но если вы помните, что дифтонг-у рождается из такого слияния эпсилон и омикрон, то можете отмотать процесс назад и догадаться, что это появительное клонение. Третье, единственное, п-эй-у-то, по-то все понятно. Второе множественное, п-эй-у-то, опять же, можно, конечно, перепутать с изъявителем, но здесь помогает только контекст. И третье множественное, п-эй-у-то, сам по огромному окончанию, все распознаете. Хорошее знание морфологии и понимание, как там что сливается, конечно, спасает, плюс контекст спасает. Вообще, как общий принцип. Если вы смотрите на формулу и как-то вроде бы ее узнали, она никоим образом не лезет в контекст, подумайте, может быть, вы ее узнали неправильно. Возможно, какие-то другие варианты есть. Со временем вы привыкнете, вы будете знать все основные варианты и будете понимать, что п-эй-эй это все-таки может быть повелительным наклонением и не будете попадаться в ловушку. Но, во-первых, этапа, куда в ловушку попасться можно, но предложение будет несогласованным или бессмысленным. Вообще, особенность языка в том, что важная информация дублируется. Язык построен так, чтобы информация передавалась при наличии помех. Когда мы разговариваем друг с другом, что-то не расслышали, какой-то шум помешал и так далее, но мы понимаем друг друга. Вот эти некие помехи, которые не позволяют нам все детали расслышать, зачастую не разрушают коммуникацию, потому что выпавшие детали восстанавливаются за счет того, что информация в тексте как-то продублирована. Через другие слова, через согласование, через еще какие-то элементы информация дублируется. И поэтому, когда мы какую-то форму распознаем неправильно и пытаемся ее втиснуть в тот текст, где информация дублируется, а дублируется – это как раз другое значение. Вот возникает какой-то конфликт, и через этот конфликт мы понимаем, может быть, мы что-то не то узнали. Поэтому каждый раз, когда какой-то совсем конфликт получается между той формой, которую вы вроде бы распознали, и текстом, в котором она находится, ну что ж, не поленитесь, посмотрите какие-то справочные материалы, если вы честно хотите пойти, просто посмотрите парадигмы, найдите, что вообще такая форма может обозначать, ну или какие-то компьютерные программы тоже могут помочь, если это критично для вашего понимания текста. Мы все-таки зачастую работаем с текстами священного писания, важно понять их правильно, а не насочинять что-то, ну вот проверяйте сами себя. Ну и последнее, что в отношении форм нам нужно с вами отметить, это как выглядит форма повелительного наклонения глагола «эйми», а не таковой, что ее фактически приходится заучивать. Второе лицо единственного числа «эсти», это вот «эсти», ну да, вот проще всего заучить и все. Да, вот какая-то «ё», которая там что-то напоминает из «страдательного лориста», еще что-то, просто заучите «эсти». Третье, «эсто», ну вот это «эс», довольно часто встречающиеся в основе глагола «эйми», плюс «то», стандартное окончание для третьего единственного повелительного наклонения. «эстэ», ну «эстэ», опять же легко переходить с изъявительным уклонением, ну это стандартная трудность повелительного уклонения. И «эстосан», которая вот с этим «тосан», большим окончанием, необычным, легко узнается. Но чаще всего встречается «эсти», поэтому его особенно хорошо заучите, как прочим и все остальное. Вот, собственно, что нужно знать о формах. Да, вот, не знаю, как у вас, но у меня повелительное наклонение создает ощущение некоторой запутанности, да, но эта запутанность, она в чем-то даже хорошая, потому что есть некие кубики, из которых все складывается, и когда вы освоитесь с этими кубиками, поймете, как вот это складывается, многие формы, особенно третьего лица, множественного числа и так далее, сразу станет легче. Тем не менее, «исти» для «эйми» и окончание для, особенно второго лица, единственного числа, вот такие вот, которые очень разные. «ээ» в настоящем времени «сон» в аористе, «у» в среднем залоге, в настоящем времени «сай» в среднем залоге аориста и «тти» в страдательном залоге аориста, вот эти вот особенно нужно заучить, ну и плюс остальные морфемы, которые уже более систематически выгодны. Так что потратьте какое-то время и убедитесь, что вы способны разбираться с формами в повелительном уклонении. Ну и еще по поводу форм, мы все время говорим о формах настоящего времени и аориста, но в принципе в повелительном уклонении есть еще четыре глагола на весь Новый Завет в перфекте. Все четыре у вас перечислены в дополнительных сведениях, параграф 33 и 20. Это глагол «пефимусо», ну перфект от глагола со значением «замолкать», когда Иисус повелевает море, там «замолкни», «утихни» и так далее. Это глагол «росто» из «деяния 15-29». Вообще это такое стандартное пожелание здоровья, которое «будьте здоровы», которое пишется в конце письма, но в Завете не так много стандартных писем, поэтому вот стандартное пожелание только в «деяниях». И два случая употребления формы «иста» от глагола «войда». Ну, «войда» перфект, ну и форму повелительного уклонения «иста» от него тоже перфект. Ну, давайте из «Ефесянам 5.5» глянем, там довольно любопытно это выглядит. «Тутугар истэ геносконтэс хори таса курнос, ибо это знайте, зная, что всякий блудник...» Она там не имеет наследия в Царстве Христа и Бога. Смотрите. Очень интересная конструкция «хиста» в повелительном плане «знайте», а то это... «Геносконтэс» – причастие от глагола «геносконтэс». «Знайте», «зная». Два близких по значению слова, рядышком стоящие, одно определяет другое. Это стандартная усилительная конструкция. То есть точно знайте, совершенно будьте уверены, что... блудник не имеет наследия, ну и там и перечисление других грехов тоже. Поэтому вот такая просто забавная, любопытная конструкция.